Этой зимой на территории городского округа откроют 17 бесплатных катков. Один из спортивных объектов уже начали обустраивать в центре Люберец на улице Звуковой. Наша съемочная группа следила за ходом проводимых работ. Раньше центральное ледовое сооружение обустраивали на стадионе Торпеда. В этом году из-за его реконструкции пришлось искать новую локацию. Впервые в истории Люберец каток разместится между картиной галереи и зданием администрации. Это очень технологичное оборудование. Это так называемые айсматы, через которых проходит хладореагент. Охлаждает и поддерживает в любую погоду, если на улице будет даже плюсовая температура, поддерживает минус на льду. Это специальная машина шлифовальная, которая шлифует лед после каждого сеанса. К услугам жителей будут с теплой раздевалки, пункт проката, мастерская по заточке коньков и зона фудкорта. Одновременно на катке смогут находиться около ста человек. Мы точно так же, как на Наташинском парке, мы сделаем группу официальную ВКонтакте, в Телеграме. Во всех соцсетях мы разместим информацию, где происходит регистрация, как получить QR-код. QR-код мы получаем для отслеживания количества, чтобы всем было максимально комфортно кататься. Совсем скоро это заснеженное поле станет одним из главных мест притяжения жителей округа. Открытие катка намечено на 25 декабря. Современные технологии позволят сохранить лед до середины весны. Луиза Егезарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.